Гомель 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 У широкого района в Гомельской области селит означается тенденция повеличения количества ДТЗ в сравнении с ответным периодом минулого года. Такая информация была огучена в управлении Державной инспекции по часу учебно-методичного сбора супрацовников. У им принял удел наместник начальника управления ДАИ Министерства внутренних справ Андрей Чарнявский. Головная мета – выявить проблемные пытания и шляхи их выражения. Найбольшая складанная ситуация зараз означает собудок в Кашалевском районе, где в минулом году был зарегистрован один смиротный заход ДТЗ, а селита уже семь. Колькость загинувших на дорогах повеличилась так само в Калинковицком, Мазырском, Рогачевском, Светлогорском и Лельчицком районах. В тем часам у областных центров селита зарегистровано 127 ДТЗ супра 155 в минулом году. Загинуло семь человек. На отповедную дату 2015-го было 19 ахвер. С остановчих тенденций так само снижение на территории в области выпадка укерования автомобилем в нитярозом стане и факта о перевышении худкостного режима. По ранейшому, это самые расповсюдженные причины ДТЗ. Довары може привести и невыконание правила об выкористании водителями зимовых шин. Хотелось бы для всех водителей, конечно же, довести те изменения, которые были внесены в правила дорожного движения в 2015 году по использованию зимней резины. Поэтому, конечно же, нужно беречь себя, других участников дорожного движения, выполнять те требования и нормативы в части, касающиеся использования зимних покрышек. Почас учебно-методичного сбора за бездакорную службу и профессийное выполнение службовых обовязков, сопрацовники ДАИ отримали у Знагороды особным присвоены черговые специальные звания. В Мазырском районе на этом течение проходят мониторный стан работы по оказанию допомоги ветеранам, пожилым людям и особам, которые потерпели от наступства войн. В складе рабочей группы представники четырех министерств, антимонопольного регулирования и гандлю, культуры, працы и социальной обороны, а так само информации. Подробностей в сюжете корреспондента у телеканала Мазыр. Умовы проживания – медицинское гандлевое обслуговывание, деятельность первичек ветеранских организаций, безопасность одинока проживающих старых. Для комиссии нема вопросов у другародной важности. Свои пропоновые выказывают самые разные организации. Комбинат бытового обслуговывания, дни святкования, дня перемоги, дня независимости пропонует льготы на послуги, скидки ко дню пожилых людей, выезд на дом пошивочных бригад. Редакция газеты «Житё Палеся» дарит ветеранам бесплатную подписку. Журналисты к этой теме у Вогуля надают шмат уваги. У выпусках новинов на телеканале Мазыр практически что дня можно убачить ответные сюжеты об старости одинокой, активной, пра столетних юбиляров и золотых весельях, мероприемствах ветеранских организаций и Центра социального обслуговывания. Все рабочие группы, которые сегодня посетили порядка 10 объектов, связанные с нашим сегодняшним мониторингом, отмечают высокий уровень, проводимый как организационной, так и практической работы со стороны и местных органов власти, и, конечно же, самих непосредственно ответственных исполнителей за выполнение той государственной программы, которая сегодня подлежит мониторингу. Визит до ветерана Великой Чинной войны Татьяны Барбылёвой стал, бадай, самым кранальным пунктом рабочей поездки. В этом году Татьяна Никитишна отцветковала 95-ти годы. Не глядяши на взрослый, она знаходит у себя силы радоваться житию и принимать гостей. Пожилая женщина каже, что за усёды памяты от их, кто навеки застався на полях битвов. И марать только об одном, как теперешнее поколение, николе не ведало войны. Очень трогательное внимание и забота о нас, лично обо мне. Рабочая группа провела анализ работы Мазырского территориального центра социального обслуговывания насельництва и побывала в разных его отделениях. Поразмовлять поспели и с молодыми инвалидами, и с наведывальниками отделения, дзеного знаходжения для грамадян пожилого взрослого. Наведали так само Палац культуры Будовник. У им постоянно сбираются творчие и активные зауседники клубов по интересам. Катярына Юрченко, Светлана Груцком, Вячеслав Преписнов, Юрий Горобец, телеканал Мазыр. Специально для телерадиокомпании «Гомель». 17-го снежня у Гомеля открывается выстава «Кермаш. Новогодний калейдоскоп». Свою продукцию проставят белорусские предприемства и народные умельцы. У Лядовым палаце разместятся новогодние упражнения, цацки, карнавальные костюмы, вяшерные уборы для святов, подарунки, сувениры, парфюмеры и косметика. Так само у наведывальников Будзе махчимать набыть все необходимое для святочного стола. Мясные и молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские выробы, мед и продукты пчалярства. Жахарам и гостям города над Сожем Кермаш подороть выдатную махчимость набыть продукцию до святов по ценах вытворцев. «Привлекаем разные предприятия. Естественно, мы делаем акцент на то, чтобы это были такие товары, которые могут быть полезны и вкусны к Новому году. Естественно, поработали с ремесленниками. У нас тоже будут представлены ремесленники. И для детей мы хотим, чтобы это был элемент праздника. У нас будет елочка, у нас будет Дед Мороз, у нас будут такие своеобразные конкурсы, какие-то мы предложим детям. Так, чтобы им тоже было интересно на нашей выставке». Юная прохожуня с кормы Софья Старовойтова стала первоможцей детячиха конкурсу «Мини Мисс Интер Бриллиант». Самая тельновитая и модная девчонки из усяго света селита споборничали у Чехии. Золодальницей Гран-при познайомилася Ганна Каральчук. Конкурс «Мини Мисс Интер Бриллиант Ворлд» проходит у передкалядный период в Европе. Изъявляется часткой международного детячиха фестивалю «Скарб наций». Все лето мероприемство проходило у Чехии. У им примала удел 21 юная модель. Наша Соня Старовойтова не только отримала Гран-при, а лей стала лепшим в номинациях «Калядный анел» и «Талент». Пераможца привезла с собой корону ручной працы с чешского «Крышталю», узногородную стушку и именные дипломы. Мне вручили три короны. Мне дали корону от директора моды в Чехии. Она не такая большая, шакарная. Там была очень дружная атмосфера, все дружили, все общались, было очень интересно. Никаких конкуренций не было. Софья отримала право представлять нашу краину в Чехии после кастинга и перемоги на фотоконкурсе в Беларуси. До своего выступления девчонка рыхтовалася долго и упарта. У конкурсантов было семь выходов, и на каждый раз працовывался свой уникальный образ. Дизайн уборов придумывали у Гомелли, причем сама Софья примала активный отдел. Мама, соответственно, занималась костюмами, дочь принимала активное участие, главное участие, разрабатывала дизайн. Шили в Гомелли здесь, ездили на примерки, это все в течение месяца, покупали ткани, заказывали с Минска, потому что все серьезно, серьезный конкурс. Все детки были абсолютно подготовлены, у всех были разные интересные наряды. Ну вот наши, получается, были самые, видимо, интересные, понравились им, пришлись по вкусу. Допомагали Софье рыхтоваться и в модельном агентстве, где девчонка занимается уже три годы. Ставили дефилет для кожного выхода по европейских стандартах, а наставник по вокалу рыхтовала творчий номер, песню на беларуской мове, за которую Софья отримала особный диплом. Як отзначают выкладчики, юная модель – одна из самых активных у школы, постоянно принимает отделы в конкурсах и телепроектах, среди которых юная телезорка, организованная телерадиокомпанией «Гомель» и управлением эдукацией. Софья такая девочка-модель с опытом уже большим, колоссальным, с самого детства. Софья очень артистичная, она и поет, и танцует. И, в принципе, вот эти все свои навыки, не только навыки дефиле, но и творческие свои вот эти способности, она показывала на конкурсе в Чехии. Ганна Коральчук, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». До 50-ти годзя Гомельской областной филармонии Музей истории города примерковал новый проект с циклу «Прыгажость и комфорт». Его основу складают уникальные коллекции, собранные аматором и знатоком Даунины Сергеем Путилиным. Новая выстава «Музычный акцент» проставлена коллекцией предметов интерьеру, які адлюстровують музычные переваги своих эпох. Экспозиции складают музычные шкатулки, годинники с мелодичным боем, мебля у выглядзе музычных инструментов. Проставлены и сами инструменты, среди яких, например, клавир, якому больш за 100 годов. Усех этой речи показывают, як музыка може присутничать у хатнім интерьеры. Нават звычайный комод може меть специальные отделы под коллекцию пластинок. Здесь представлено много предметов из разных эпох. Особенность заключается в том, что в 19 веке мастера осознали, как красиво творили их предшественники в 18-м, в том же 19 веке, и стали делать копии. Поэтому даже несмотря на то, что время, которое они были созданы, это 19 век, по ним можно судить спокойно и о веке 18-м. На открытии экспозиции гомельчанам так само проставили документы, які расповедают про историю Гомельской областной филармонии и уплыл музыки на житё города. И гэта была опошлая информация о выпуску. Для вас працавал Александр Гамоля. Усягу вам доброго и до встречи в эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова